У нас поспел инжир. Начинаем сбор и будем делать варенье. А как я расскажу дальше. Вот так произвольно, несколько раз прокалываем инжирину. По более возле ножки, вот в этой, где более зеленая часть. И так все. Здесь два вида инжира. Ну вот этот вот кругленький, он более мягенький и разваливается в кастрюле вот при варке. Его вообще надо чуть-чуть даже возможно не прокалывать, особенно если спелый. А вот эти, конечно, сорт длинный, который вот этот надо прокалывать. Но он и варенье лучше. Он ягоды целые оставляет. Вот он тоже. А вот эти, они, да, они сильно такие прямо, вот, кругленькие. Сильно они мягкие, но они цвет придают варенье. Такое варенье светло-фиолетового цвета делается. Ну, основная масса мы варим варенье вот с этого. Потому что этот круглый, его очень трудно собрать, он высоко и быстро его поедают. Он расквашивается, вот сверху падает и все. А вот, вот этот нас вот выручает. Вот он мягкий, он еще цвет не набрал, но он уже мягенький. Ну вот он зеленый, я одну штучку разрезала. Она такая же сладкая, только это сорт такой, как белый он считается. У него первая волна инжира, в этом году она отпала все. Они прямо, ну, можно сказать, зеленого цвета. А внутри такие же они сладкие. Ну, конечно, вот этот круглый сорт, он более медовый, слаще. Он прямо как мед внутри. А есть еще желтый инжир, ну, у нас такого нет, к сожалению. Желтый или оранжевый. Ну, вот у нас только белый и такой фиолетовый. Вот, вначале делаем сахарный сироп. Это у меня большая кастрюля, литров, наверное, 12, может, больше. Сироп я делаю произвольно. Воды немного. И вот у меня инжира, наверное, с ведро, даже, ну, вот, 7-литровая почти еще. Наверное, больше ведра инжира. Сахара у меня было килограмм 6, наверное. Вот я его весь сюда высыпала. Я люблю, когда варишь, вот, когда уже готовая, вот этот сахар, он делается такого немного фиолетового цвета и получается как мед. Получается целый инжир в меду как бы. А если сахара поменьше, вот я знаю, тут продают, туристам на продажу делают, получается инжир как в компоте, совсем в жидком таком он получается. Ну, не очень это мне так нравится, поэтому я сахара всегда больше ложу, чтобы он был вот таким вот густым, как мед. Вот, семечки эти потом с инжира выходят. Ну, в общем, вот все размешали. Сейчас ждем, когда закипит, сделается прозрачным. Пока докалываем эти, ну, так же докалываем инжир. И потом, когда сделается сироп прозрачным, будем засыпать. Хорошо закипел. И просто начинаем туда. Ой, все запотело. Ну, все понятно. Бросаем инжирины. Сейчас он начнет сироп таким сиреневым окрашиваться понемногу. Ну, и так все ведро. Сейчас меня осы съедят. Тут в летней кухне. Дверь открыта. Сейчас тут будет осятник на варенье. Ну, вот, погрузили весь инжир в сироп. И так его потихоньку-потихоньку, его нельзя мешать так вот прям, чтобы не раздавить его, как обычное варенье. Можно сказать, даже вот немножко притопили. И все. На большом огне ждем. Он, когда закипит, пена поднимется. И он чуть-чуть мягче станет. И тогда он утонет весь в сиропе. И тогда уже будем аккуратно так с боков так притапливать его, помешивать. Так как кастрюля эта у меня широкая, ну, наверное, минут пять он будет кипеть первый раз. Потом, сейчас уже почти вечер, потом я его оставлю до следующего утра. И потом поставлю на второй раз. К утру он уже, когда остынет, вот эти инжирины, они напитаются сиропом и как бы на дно все опустятся. И так же будет и второй раз. И с каждым разом он будет как затвердевать, твердый станет. А на третий раз уже, когда я буду варить третий раз, так как инжир, он не имеет никакой кислоты, но вот даже зеленый, если вы еще не спелы, он будет просто как трава, но никакой кислоты в нем нет. И запаха никакого нет. Такого выраженного, можно сказать, что от слова совсем. Будет просто сахаром пахнуть. Поэтому на третью варку я уже добавляю лимон. Меленько режу там, ну, произвольно. Там можно слоями, можно квадратиками. Ну, факт тот, что, ну, на вот эту кастрюлю, наверное, вот 12 литров, но она не полная будет. Ну, где-то лимон я один брошу, средний. А там можно по желанию. Кто-то любит, если цитрусовые, побольше можно ложить. Будет тогда вот этот мед инжировый. Он с таким кислоты там, по сути, почти не будет никакой. Ну, будет запах, аромат такой от цедры. Прямо вот с цедрой совсем режется и бросается. Ну, это уже на третью варку. Ну, вот, закипело у нас варенье первый раз. Только-только. Ну, вот, немного, буквально так его притапливаем. Ничего, я пену никакую я не собираю. Ее потом не будет, этой пены. Немножко так, чтобы не подавить. Сейчас вот буквально, ну, кастрюля из-за того, что когда поуже чашка я варила, поменьше было инжира, там буквально закипает и выключаешь. Ну, сейчас тут пусть минуты три покипит, и все. Буду отключать. Потом он, когда начинает остывать, потихоньку притапливаешь, и он начинает тонуть, и к вечеру он уже потонет весь будет в сиропе. И все, и до завтрашнего утра. Ну, вот, прошло буквально минут десять после того, как я выключила первый раз, как оно закипело. Вот они, ягодки уменьшились, и вот они уже на глазах начинают тонуть. Так, потихоньку их как бы приопускать туда вниз. Вода будет жидкий сироп, то есть сок вышел с инжира, в сахар, в сироп. Ничего страшного, не пугайтесь. И второй раз будет такая жидковатая. А третий раз уже надо варить будет чуть-чуть подольше. Для загустения. Ну, вот, сегодня третий день, второй день я не показывала, ну, то же самое, что и первый. Закипятила там буквально пять минут и отставила. Вот поставила я его варить третий день, на третий раз. Вот так вот порезала лимон, добавила, ну, на такое количество где-то у меня полтора лимона я кинула. Там по желанию я и много ложила, кто любит цитрусовые. Вот сейчас поставили мы варить третий раз. Ягодки уже держат форму хорошо, хотя сироп вот еще жидкий. Я, наверное, сильно добавила воды в этот сироп, когда делала. Надо все-таки поменьше. Я, наверное, прям чуть ли не с литр, наверное, налила. Чуть меньше надо. Ну, придется поварить где-то с полчаса подольше до такого состояния жидкого меда. Ягодки уже будут они вот так вот держать форму. И вот с лимончиком. Лимончик потом тоже сейчас закипит, утонет, переварится. Вот, начинаем варить. Покажу потом готовый результат. Вот закипела с лимоном. Запах, конечно, бомбический. Сейчас убавлю огонь. И пусть, наверное, у меня жидковато из-за того, что я воды много в сироп добавила. Ну, где-то, может, даже с полчаса и покипит. Так, мешать сильно не надо. Немножко от бортов. Потому что ягодки все целые. Ко дну ничего не будет липнуть. Ну, и все. Я не стерилизую, а вот так мою и кипятка с чайника. Так, в каждую баночку наливаю. На все варенье, не только на инжировое. Всегда так. На томат, на все. Ну, вот оно покипело уже, наверное, минут 15. Уже видно, что сироп начал загустевать. Пока он будет горячий, в банке будете разливать, он еще будет жидковатый. А потом, по мере остывания в банках, он будет такой, как жидкий мед. Уже видно, что он уже начинает густеть. Ну, еще, может, минут 10 и буду разливать. Из этого количества получилось у меня 12 баночек, 7 соток. И плюс еще там полбаночки. Не влезло. Вот так целые ягодки. Ну, вот примерно, как это все выглядит. Вот такие целые ягодки. И такой, как жидкий мед. Можно, конечно, сделать еще гуще, но это надо долго варить. Он цвет поменяет, будет коричневее. И все-таки могут там ягоды при помешивании развалиться. Ну, вот это как сироп идет. И в мороженое, и, ну, очень. И в чай добавлять. Вот этот сироп. Ну, и остаточки. Ну, и остаточка. и остаточки. Вот так. Продолжение следует...